Малышу из Южноуральска могут ампутировать обе ноги. Десятимесячный ребенок может остаться инвалидом на всю жизнь, но у него есть шанс на спасение. Правда, его семье для этого требуется 250 тысяч долларов. На эти деньги заграничные врачи готовы поставить крохи специальной артрезы. И уверяют, что с ними он не только сделает первые шаги, но даже сможет бегать и играть в футбол. Ольга Кокшарова встретилась с мамой Антона Маскалевой и расскажет подробности. Нам сказали, что у мальчика неправильно развиваются нижние конечности, что, скорее всего, ребеночек родится с поруком. И получилось так, что у малыша нет больших берцовых костей и коленочек в обеих ножках. Несмотря на врожденный порог развития, в остальном 10-месячный Антоша ничем не отличается от обычных детей. На домашнем видео семьи Маскалевых видно, как мальчик уже пытается встать на ножки. Ай-яй-яй, Сушенька, нельзя. Родители маленького Антона обращались за помощью в одну из клиник Санкт-Петербурга. Но там врачи предложили только ампутировать ножки мальчика. Тогда семья Маскалевых вышла на людей, у которых ребенок имел такую же патологию. Правда, малыша вылечил врач из США. Доктор, который находится во Флориде, предложил их сыну реконструировать ножки. Их ребенок ходит. И мы, глядя на их пример, тоже, конечно же, обратились к этому врачу. Он сказал, что у нас очень хорошая динамика и что после всех операций наш ребеночек будет бегать, прыгать, ходить. Во Флориде Антону планируют провести шесть операций, по три на каждую ножку. Правда, их стоимость, без учета перелета, проживания и питания за границей, 245 тысяч долларов. Найти такую сумму самостоятельно, без помощи неравнодушных, Маскалевы не в силах. К тому же, помимо Антона, в семье есть еще двое детей. Координаты для помощи мальчику можно найти на нашем сайте 31tv.ru в разделе «Реквизиты для помощи». Ольга Кокшарова, Тимур Юнусов, 31 канал.